392 подъезда в многоквартирных домах городского округа Щелково должны быть отремонтированы в этом году. Напомним, эта губернаторская программа работает на третий год и позволила обновить уже не одну сотню и даже тысячу подъездов в каждом муниципалитете Подмосковья. Работу проводят управляющие компании. Делают они это за счет средств текущего ремонта, а также, что важно, программа предусматривается финансирование, то есть часть расходов УК при своевременном оформлении документации компенсируется из областного бюджета. К приемке таких подъездов повышенное внимание. Отремонтированные подъезды в домах микрорайона Щелково-7 представила на софинансирование управляющая компания «Альтернатива». Приемку проводили начальник отдела развития ЖКХ Михаил Чулков, новый руководитель 23-го территориального отдела госжилинспекции Валерий Павлов, руководитель Щелковского отделения ассоциации председателей советов МКД Наталья Евсеева. Сдавал работы главный инженер УК «Альтернатива» Виктор Душаналиев. Что у вас делает? Выходи. Мох. Козырьки над подъездами – это часть входной группы. Кроме них УК должна отремонтировать крыльцо, установить новую тамбурную дверь с доводчиком или качественно отремонтировать имеющуюся, уложить новую плитку у входа внутри подъезда. Где-то сдающая экзамен компания так и сделала, но не везде. К обязательным элементам программы также относятся косметический ремонт стен, окраска газовых труб, замена светильников, уборка проводки в короба, замена почтовых ящиков, а еще замена старых оконных блоков на энергосберегающие пластиковые. И вот здесь у комиссии были основные претензии к управляющей компании. В основной массе подъездов старых панельных пятиэтажек Щелково-7 окна «Альтернатива» не только не меняла, но даже не ремонтировала. По мнению Натальи Евсеевой, в рамках текущего ремонта компания может не менять окна, но уж если претендует на возврат части потраченных средств, обязана это сделать. Были в ходе приемки обнаружены такие подъезды, которые комиссия просто отказалась смотреть. Например, в домах 18 и 20 на улице Неделина. В одном видно, что УК «Альтернатива» даже не пыталась делать ремонт входной группы, и такое крыльцо представляет потенциальную опасность для здоровья жителей. В другом – видимые проблемы на верхнем этаже. Разрисованные балконы эстетики отнюдь не добавляют, а такая дверь может разбудить ночью весь подъезд. Справедливости ради скажем, что в большинстве осмотренных подъездов жители качеством ремонта в целом довольны. Но есть нюансы, которые они увидели, а подрядчики почему-то нет. Да, только вот, как говорится, вот о греки, которые вот, ну я, думаю, для специалиста, вообще недопустимо. Вы посмотрите вот за этой трубой. Там видно? Вот, пожалуйста, была дырка. Вот они ее заляпали, ну, наверное, вырвнить бы ее надо. А она вот такая вот. Конечно, большинство работ по содержанию подъезда УК должна делать сама, без напоминания и без программы, раз уж взялась обеспечивать комфорт жителям. Но в данном случае речь о бюджетных средствах. И получит их УК-альтернатива, только если исправит все недочеты. Выявлены как надлежащим образом оформленные подъезды, так и замечания, к сожалению, по их единокомплектности и ненадлежащему выполнению. Перечень замечаний у нас отправлен управляющим компанией для устранения. Назначены строки, конкретно и повторно будет назначена приемочная комиссия. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.